Здравствуйте! В эфире программа безопасности и я, и ведущий Александр Булдаков. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Очередное медицинское учреждение горело в Новосибирске. В этот раз пожар случился в одном из корпусов Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы номер 3. Жительницу Новосибирска жестоко избили в офисе частной юридической компании. Именно так повел себя правовед после того, как клиентка потребовала назад деньги за некачественные услуги. Григорий Лепс, Игорь Корнелюк, Владимир Кузьмин и другие звезды нашей эстрады оказались за высоким забором колонии номер 9. Творческий конкурс «Один в один» среди осужденных прошел в исправительном учреждении. Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Очередное медицинское учреждение горело в Новосибирске. В этот раз пожар случился в одном из корпусов Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы номер 3. Отчего произошло возгорание и есть ли пострадавшие? Расскажем прямо сейчас. Автоматическая пожарная сигнализация в трехэтажном здании клинической психиатрической больницы номер 3, расположенная в Дзержинском районе Новосибирска на улице Красноводская, сработала 27 ноября в 18 часов 10 минут. К месту ЧП были направлены пожарно-спасательные расчеты по рангу пожара номер 3. По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений было установлено, что на первом этаже трехэтажного корпуса в помещении, предназначенных для сушки вещей, происходит горение. Руководством персонала и персоналом данного учреждения были приняты меры по перемещению пациентов в соседние корпуса. Сотрудники медучреждения оперативно перевели по крытому коридору 512 человек в безопасное место. Пожарно-спасательные подразделения во время разведки обнаружили, что в раздевалке горит мебель и одежда. В составе газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств пожарные спасли двух человек со второго этажа. Пожар на площади 10 квадратных метров был оперативно ликвидирован. В результате данного происшествия погибших и пострадавших нет. Дознаватель МЧС выясняет причину возникновения пожара. Уже стала известна основная версия причины возгорания, которую отрабатывают дознаватели. Неосторожное обращение с огнем при курении. Поэтому можно предположить, что именно из-за незатушенного окурка к тушению пожара пришлось привлекать 86 человек личного состава и 26 единиц техники. Медицинские учреждения в Новосибирской области горят с пугающей регулярностью. Напомним, что только в этом году, в августе, тушили Новосибирскую областную клиническую больницу. В октябре – больницу города Аби. В том же месяце огнеборцы работали в городской клинической больнице скорой медицинской помощи номер 2 Октябрьского района Сибирской столицы. И вот стихия огненная добралась до психиатрической больницы. Что это – цепь случайностей или какой-то системный сбой в обеспечении пожарной безопасности объектов здравоохранения нашего региона? Награду за спасение жизни и здоровья граждан на пожаре заслужили сотрудники полиции. В Бердске стражи порядка спасли из горячего дома пожилого мужчину. Далее подробности этой горячей истории. Случилось ЧП 22 ноября около двух часов ночи, когда сотрудники полиции патрулировали район Бердска. Ехали с вызова с микрорайона по улице Суворова и увидели открытое пламя в этом районе. На уазике развернулись, подъехали сюда. И вот дом, который за мной находится, 69, он как раз был охвачен пламенем, крыша горела, само здание уже горело. Пожарных расчетов здесь не было, ни скорой медицинской помощи. Около дома не было никаких следов на снегу, не горел и свет в помещении. Один из полицейских стал стучаться в окно, остальные кинулись будить соседей. Именно они и подсказали, что в горячем доме должен находиться пожилой мужчина, который даже с палочкой ходит с трудом. Пришлось выбивать двери. Ну, ничего не было видно. Огонь, дым. Уже, то есть, зайти нельзя было. Мы шапки сняли вот так вот. Прошли сюда. Ну, примерно где-то вот в этой вот части, где-то вот здесь вот находился мужчина пожилой. Он как бы в полуприседе, наверное, был. Майор Новицкий его взял, вот так вот сюда затащил, а я вот тут фонариком подсвечивал. Мы его потом вытащили на улицу. Посадили в автомобиль. У него уточнили, есть ли еще люди в доме, есть ли газ в доме. Он вроде как ответил нам, что там никого нет. К этому времени уже экипаж скорой медицинской помощи подъехал. Мы дедушку туда передали. И пошли вот помогать, как бы эвакуировать соседнего дома. В соседнем доме жила семья с двумя детьми. Поэтому эвакуировали их, а также ценные вещи – газовые баллоны. Сотрудникам МЧС потребовалось чуть больше 20 минут, чтобы ликвидировать открытое возгорание и не допустить дальнейшего распространения пожара. Общая площадь, охваченная огнем, составила более 170 квадратных метров. На месте работали 17 человек личного состава и 4 единицы техники. Дознаватели МЧС России выяснили, что причиной возгорания стала неосторожная утилизация печной золы. На месте было установлено, что хозяин дома поставил на веранду ведро с раскаленной золой, из-за чего и произошел пожар. Ну а в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области теперь готовят документы на поощрение полицейских по факту спасения человека на пожаре. Жительницу Новосибирска жестоко избили, а после удерживали в офисе частной юридической компании. Именно так повел себя правовед после того, как клиентка этой конторы потребовала назад деньги за услуги, оказанные, по ее мнению, в ненадлежащем качестве. Всю эту историю с налетом криминальности нам рассказала сама потерпевшая, будучи уже пациентом у травматологов. Смотрим. Выяснилось, что в июне этого года мы уже рассказывали о том, как юристы фирмы, находящиеся в Новосибирске по адресу улица Гоголя 38, оказывали псевдобесплатную помощь. Тогда нашлось множество клиентов этой конторы, которых, как они сами рассказывают, самым бессовестным образом развели на деньги. По-другому действия правоведов и не назовешь. И вот новая история, и опять связанная с юрпомощью на улице Гоголя 38. Манжура Хаджаева обратилась в ИП Гусева Марина Юрьевна и подписала договор на юридическое сопровождение. Однако после того, как юрист не прибыл на судебный процесс, решила разорвать отношения. Пришла в офис компании. Однако никто деньги клиентке возвращать не собирался, рассказывает женщина. Один из представителей фирмы увел ее в отдельный кабинет и начал оскорблять. А после того, как Манзура начала все это снимать на телефон, мужчина ее жестоко избил, говорит Хаджаева. Когда он меня закрыл на ключ и ушел, свет выключил, темнотища, я была без сознания. Когда я пришла в сознание, я одна. В карман залезла, чтобы вызвать скорую, телефона нет. Он ударил меня и забрал телефон и вышел. В этот момент я от страха стучусь в дверь, мне никто дверь не открывает. Мне пришлось, чтобы с улицы вызвать людей, столик взять и разбить стекло. Разбилось стекло, там люди на меня уже реагировали. После того, как пришла помощь, вызвали полицию и скорую. Женщину доставили в больницу. Врачи диагностируют только сейчас, пока сотрясение головного мозга и тугоухость правой стороны. У меня правое ухо вообще ничего не слышит абсолютно. Рука, нога с трещиной, говорят, пройдет ли это. И вот основная сейчас проблема – это голова. Потому что в сутки мне по 15 обезболивающих уколов ставят, потому что голову поднять не могу. Меня тошнит по сегодняшний день. Манзура Хаджаева уверена, что сотрудник этой юридической компании ее хотел не иначе, как убить. Ну или человек с таким агрессивным характером, который хотел меня убить. Он же не просто так закрыл дверь уши. Вы понимаете? Он мог уйти вечером и меня убить и дальше. Вывести ее куда-то закопать. У меня страх был из-за этого, у меня что стекло разобьет. Теперь женщина намерена добиться осуждения своего обидчика. Ее представитель уже написал соответствующие заявления во все правоохранительные структуры, а также в приемную президента России и в посольство Таджикистана, так как Хаджаева имеет двойное гражданство. Ну а мы о продвижении этого дела вам обязательно еще расскажем. Только за последние два дня текущей недели на новосибирских дорогах погибли два человека. ДТП совершенно разные, но результат одинаковый, трагический. Тему беззащитности пешеходов на обочине и опасности выезда на встречную полосу движения продолжим в следующем репортаже. В 22 часа 40 минут в Кировском районе Новосибирска водитель на отечественной ВАЗовской шестерке ехал по четной стороне улицы Петухова и, не доезжая до пересечения с улицей Громова, столкнулся с грузовиком МАН, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль ВАЗ совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Мерседес, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ 2106, 1979 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. Об официальной причине этого дорожного происшествия в ГИБДД пока не говорят. Однако можно предположить, что водитель ВАЗа ехал с превышением разумного скоростного режима и в результате не справился с управлением заднеприводного автомобиля. А эта трагедия случилась утром того же дня в Дзержинском районе города. Автомобиль Land Rover Discovery темного цвета сбил человека, шедшего по краю проезжей части. Около дома 1, корпус 2, улица Зелиндаринская, произошел навес на пешехода со смертельным исходом, где гражданин 55-го года рождения, говорится, скончался на месте. Впоследствии водитель с места происшествия ускрылся. Конечно же, водителя разыскали в тот же день. Выяснилось, что мужчина был лишен права управления транспортным средством еще в 2017 году. Пока непонятно, в каком состоянии он был в этот раз. Медицинское свидетельство было проведено, но ждем пока результатов, экспертов. Ему говорит уголовная статья 264, части 4, предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы. Вот только человека никакое наказание уже не вернет. Все эти ДТП наглядно показали. На автомобильных дорогах Новосибирска, как и на других российских автомагистралях, трассах и даже проездах, своими жизнями рискуют все участники движения – и водители, и пешеходы. Новосибирск растет, развивается и благоустраивается. По крайней мере, об этом горожане слышат, читают и смотрят в различных средствах массовой информации. Вот только почему-то не все нововведения приходятся по душе людям, для которых и реализуются многочисленные программы и проекты. К примеру, перенос только одной остановки общественного транспорта на улице Большевистской привел к многочисленным звонкам в нашу службу новостей. Об этом далее. Старый остановочный павильон так остался стоять в Новосибирске на прежнем месте остановки общественного транспорта «Завод торгового оборудования». Пенсионерам и людям моложе теперь остается только вспоминать, как было удобно с этого места добираться до кибермаркета «Ленты» и обратно. Но улицу Большевистскую реконструировали и остановку перенесли. Галина Георгиевна в этот магазин частенько ездит из центра города и говорит, что теперь стало только хуже. И я теперь вынуждена пересекать дорогу, проезжую часть, чтобы спуститься к ленте. И нет ни знака, ни зебры никакой. Шофера не знают о том, что я хочу перейти дорогу. И площадка не подготовлена, там все скользко. И вынуждены, вон они все, покупатели, идут по проезжей части. Не снизу шофер едет на скорость, ему не подняться на дорогу. И с дороги все спешат в магазин. Ситуация мясорубка. Действительно, на этом проезде движение довольно оживленное. Машины едут не только в гипермаркет, но и в новый жилмассив. Что здесь будет в гололед? Насколько пешеходам, которых с переносом остановки только больше, станет безопасно на проезжей части? Пока только вопросы. Большинство же в ленту ходят, и вот в эти жилы, и прямо приходят, идешь и прямо к остановке. А здесь приходится переходить на дорогу и идти сюда. Это неудобно. Зачем это сделали, никого не спросили. Конечно, там удобнее. Потому что тащить людям с сумками все равно идут. Поэтому... А это еще один вопрос, на который люди не могут найти ответ. Для чего был остановку завод торгового оборудования передвигать именно в сторону центра города? Ведь теперь до предыдущей осталось всего 165 метров. Автобус, только отъехав от мелькомбината, тут же паркуется на новом месте. Но и это еще не все вопросы, возникающие в головах пассажиров. Люди говорят, что, похоже, само понятие остановочного павильона уходит из обихода новосибирских чиновников. А появляется новое. Остановочный козырек. Ведь по-другому эту конструкцию, которая не в состоянии защитить тех же пенсионеров, хронически больных стариков от пронизывающего ветра и проливного дождя, и не назовешь. Кстати, известный поисковый гигант в интернете по запросу «Остановочный павильон» не нашел ни одной похожей картинки. Все сооружения были закрыты как минимум с двух сторон. В официальном ответе из мэрии Новосибирска сообщается, что перенос остановки осуществлен в рамках исполнения нацпроекта «Безопасной и качественной автомобильной дороги». В соответствии с разработанным проектом. Перенос остановки обусловлен приведением ее геометрических параметров требованием нормативных документов с устройством заездного кармана, посадочной площадки, установки павильона. И все соответствует нормативным документам. Так может, с нашими нормами что-то не так? Или чиновники забыли, что нормы эти как раз и рассчитываются для обеспечения удобства и безопасности людей? В Новосибирской области стартовала, наверное, самая продолжительная акция МЧС «Безопасный лед». Контролировать ситуацию на водоемах спасатели и сотрудники ГИМС будут вплоть до периода интенсивного таяния и разрушения льда весной. Мы побывали в одном из первых рейдов с инспекторами и поговорили с рыбаками на тему безопасности зимнего хобби. «Безопасный лед» – это акция межведомственная и профилактическая, инициирована главным управлением МЧС России по Новосибирской области. Главная задача – предупреждение происшествий и гибели людей на водоемах в этот период. Впрочем, рыбаки – это самая большая группа риска на льду, уверенные, что лучше любого инспектора МЧС знают, когда и куда можно выходить с ледобуром и удочкой-подергушкой. «Обычно с пешней идешь, смотришь, бьешь, если держит лед, то можно выходить. Ну, примерно миллиметров сто можно выходить. Никогда ты никогда не провалишь, если ты будешь толщину льда смотреть. А где эти течения сильные? Надо водоемы знать. Ну, у меня в рюкзаке лежит обязательное. Да? Два штыря с веревкой». Однако далеко не все любители и особенно все знающие и ничего не боящиеся фанаты подлёдного лова берут с собой средства спасения. «У вас веревочка-то есть для спасения? Вдруг кто не провалится?» «Нет, кто провалится. Вдруг. Ну что ты? Вот наледь, видите, какая большая. Вода-то выходит из леда. В случае провала подлёд, как вы будете спасаться-то? Да я не провалюсь». Действительно, лёд в затоне Ленинского района Новосибирска уже толстый и прочный. Однако хрупкое покрытие водоемов ошибок не прощает. Сотрудники госинспекции по маломерным судам знают, насколько лёд может быть коварным, особенно на сибирских реках. «Некоторые уже надеются на то, что лёд толстый и опасность никакой не превращает. Хотя я говорю, что местами есть у нас течение неправильное, есть большие течения, есть ключи холодные, которые подмывают лёд внутри. Мы тут не видим, он тут сверху хорошо, а внизу какие там есть полностью опасности. То есть вот это надо очень соблюдать и знать своё место, где вы работаете». И ещё одна опасная страсть или хобби ежегодно беспокоит инспекторов ГИМС – это выезд на лёд на транспортных средствах. Несмотря на то, что закон категорически запрещает это делать в любых местах, кроме официальных ледовых переправ и зимников, любители погонять на снегоходах, а то и тяжёлых внедорожниках, всегда находятся. Поэтому в МЧС напоминают, на таких нарушителей будут составляться акты об административном правонарушении и выписываться штрафом. Это идёт плюсом к риску, которому такие водители подвергают себя и своих пассажиров. Григорий Лепс, Наргиз, Игорь Корнелюк, Владимир Кузьмин и другие звёзды нашей эстрады оказались за высоким и колючим забором колонии номер 9. К счастью, там побывали только их образы, а не сами артисты. Творческий конкурс «Один в один» среди осуждённых прошёл в исправительном учреждении. И вот как это было. Если кто не догадался, это выступает группа «Руки вверх». Точнее, её копия, которую один в один постарались создать осуждённой колонии номер 14. А всё потому, что в регионе стартовал завершающий этап конкурса «Один в один» среди осуждённых исправительных учреждений Новосибирской области. Проводится он впервые. Пройдя отборочные туры, самые одарённые участники из всех мест, не столь отдалённых, съехались в женскую ИК номер 9. При отборе, конечно, прежде всего учитывалась схожесть по исполнению в первую очередь. То есть не смотрелись на внешние данные, а уже в процессе мы корректировали, что нужно сделать, какой там парик или какой-то образ принять, какую одежду лучше одеть тоже для выступления. «Прости меня за то, что я так непростительно стал забывать, как восхитительно тебя целовать». Конечно же, какой лепс без крупных затемнённых очков, поэтому в отсутствие профессионального сценического грима предпочтение отдавалось аксессуарам. Ну а исполнители, которых надо было скопировать, подбирались уже исходя из предпочтений участников конкурса. «Я выбрала Леди Гагу, потому как её творчество и, в принципе, то, что она делает на сцене, близко моему духовному миру». Изначально на российских исполнителях решили не зациклиться, поэтому подобралась настоящая Россу без звёзд разной величины. Почему решил принять участие в конкурсе? Ну, во-первых, потому что это, в первую очередь, развитие. Это этап к чему-то новому, так как мы в первую очередь пародируем великих знаменитостей. У меня, например, будет образ Димы Билана. Это, ну, в принципе, это очень тяжело, серьёзно, но вот как бы постараюсь сегодня показать всё, что смогу. И, конечно же, кто откажется стать по-настоящему крутым, особенно если находится в исправительной колонии. На конкурсе эту мечту можно было осуществить, имея подходящий вокал и образ. «Мой друг, души, я прости за всё, что нам пришлось пройти». Всего на заключительном этапе первого конкурса «Один в один» было 18 финалистов. Проект признали успешным, а потому возможность скопировать звёзд эстрады и шоу-бизнеса у осуждённых исправительных учреждений Новосибирской области появится в следующем году уже на втором конкурсе. Один мудрый человек заметил, иные оригиналы остались бы никому неизвестными, если б не пародии. Смотрите программу безопасности на канале НК49 и не делайте из своей жизни пародию, живите по-настоящему. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова